В этом году Минприроды запретил в Сочи охоту, в том числе на перепела. Но выстрелы в разных частях города все равно слышны. А по ночам на охоту выходят умельцы с фонариками и сетями, которые добывают птицу, можно сказать, в промышленных масштабах. Таким способом один браконьер может поймать за ночь до 100 особей. Если охотник выйдет по разрешению, он, во-первых, имеет право в сутки добыть не более 15 особей. Все. Браконьеру ничего не нужно, никаких разрешений, никакой оплаты и ограничений у него нет. Сколько поймал, столько поймал. Сто, двести штук поймал. Это все его добыча, которую он потом либо реализует, либо будет потом зимой в тушенку из нее делать и питаться. Таким способом перепелок ловят по всему городу, причем по ночам даже вместе с детьми. Браконьеры наносят колоссальный ущерб животному миру. Ущерб от добычи 100 особей перепела составляет от 60 тысяч рублей до 140. В зависимости от места добычи, охотничьего вода, особо охраняемая территория, такая как нацпарк и так далее. Серьезную проблему впервые публично решили обсудить на городском уровне. Депутаты городского собрания Сочи собрали круглый стол с участием администрации курорта, охотников, орнитологов, прокуратуры и полиции. На совещании отметили, на территории нацпарка такой проблемы нет. Там работает специальная инспекция. А вот в сельских округах она явно и требует незамедлительного решения. Ведь сейчас активный сезон перелета перепела. Я знаю прекрасно, что это было в прошлом году, баранок на кладбище. Люди подъезжают, уезжают с фонариками, вот все кладбище в фонариках. Там ходят, ловят, помогут, как перепела. Одни ехали, другие приехали. Я знаю, молоку социализма там в очереди стоят. Что сегодня до 12,5-я, 18,5-я. За такую охоту браконьер заплатит штраф за каждую пойманную птицу. Если ущерб свыше 40 тысяч, такая ночная добыча уже потянет на уголовную статью «Незаконная охота». Создана инициативная группа, которая сейчас в течение дня будет готовить обращение к главе города, к начальнику УВД города, для того, чтобы выработать регламент работы, дать какую-то правовую основу этой работе. А смысл работы должен быть один – разъяснение и контроль. А потом совместными рейдами, через информацию, через телевидение, через школы для детей. Мы сейчас будем работать для того, чтобы получить результат. Кроме того, на заседании был поднят вопрос гибели птиц от удара, а прозрачные шумозащитные экраны вдоль дорог. Проблема обостряется в период перелета пернатых. Над этой проблемой во всем мире работают уже не менее двух десятков лет. Существует ряд методов борьбы с невидимым для птиц врагом. Это нанесение на стекло силуэтов хищных птиц или ультрафиолетовых рисунков, незаметных лишь человеческому глазу. Все предложения орнитологов, отметили организаторы круглого стола, будут обязательно рассмотрены. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.